Это наше время. Здравствуйте. Почти месяц прошел с того момента, как в силу вступили поправки в гражданский кодекс. Они были направлены на упорядоченные отношения между недобросовестными кредиторами, должниками и коллекторами. Об этом сегодня и поговорим с нашим гостем, редактором Алтайского информационного портала «Защиты прав заемщиков» Игорем Нестеровым. Здравствуйте, Игорь Ильич. Люди, когда они остро нуждаются в займе, они иногда даже не смотрят на те суммы процентов, которые им придется выплатить вместе с основным долгом. При этом гражданский кодекс сейчас ввел такое понятие, как ростовщические проценты. Вот что это такое и как бороться с этими процентами? Ростовщическими считаются проценты, которые значительно превышают среднерыночные проценты по займам и кредитам, которые банк ежемесячно устанавливает для микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов и банков. Узнать этот среднерыночный процент достаточно легко. Они публикуются ежеквартально на сайте Центробанка. Игорь Ильич, получается, что человек, такой практический совет, человек перед тем, как взять займ, он узнает эту ставку и потом уже только берет? Да, действительно, прежде чем брать какой-то займ, даже если это микрофинансовая организация, даже если это банк, свериться с сайтом Центрального банка, посмотреть средневзвешенное или предельное значение полной стоимости кредита займа. Они по каждым позициям кредита или займа существуют. Но я хотел бы обратить внимание вот на что. Дело в том, что расставщические проценты, они предусматривают взаимоотношения либо между физическим лицом и физическим лицом, то есть между двумя людьми, либо между физическим лицом-заемщиком и организацией, которая профессионально не занимается выдачей кредитов. Что же касается микрофинансовых организаций, допустим, или банков, то к ним данные расставщические проценты отношения не имеют. Но вот здесь я бы хотел обратить внимание не только на гражданский кодекс. Дело в том, что в последнее время Верховный суд Российской Федерации в конце прошлого года, в начале этого года принял целый ряд решений, которые значительно ограничили рост долга для микрофинансовых организаций. То есть на сегодня мы знаем, что наиболее дорогой займ, микрокредит, микрозайм в микрофинансовых организациях, это так называемый займ до зарплаты до 30 тысяч на один месяц. Так вот, Верховный суд принял такое решение. Эти проценты, они могут действовать лишь на очень короткий срок и на небольшую сумму кредита. Если вот эти, скажем такими словами простыми, драконовские проценты действуют на значительный период, то это, в принципе, саму идею микрофинансовой деятельности нарушают. И решение принято было такое. На тот срок, вот две недели, про которые мы говорим, действует вот эта ставка 820 процентов. А дальше, после этого срока, действует средняя ставка рефинансирования Банка России. Она составляет 7,25 процентов. То есть не 820 процентов, а всего лишь 15 процентов. Но речь идет о том, что если человек столкнулся с такой ситуацией, он может обращаться в суд. Правоприменительная практика в этой ситуации уже нарабатывается. И человек, конечно, может сохранить огромное количество денег, которые с него может потребовать микрофинансовая организация. Как изменились отношения между заемщиком и коллектором? Этот вопрос урегулирован? Сейчас в гражданский кодекс внесены следующие изменения, которые, ну, скорее всего, ухудшат положение заемщика. Они как бы урегулируют, но, на мой взгляд, они, скорее всего, ухудшат. О чем здесь идет речь? Речь идет о том, что первоначальный кредитор при передаче требований по долгу коллектору, если в этом требовании возникли какие-то проблемы, уже не будет отвечать за это требование. Более того, создалась такая ситуация, что если коллектор покупает долг на аукционе, то он может изменить процентную ставку по кредиту в зависимости от того, как меняется ставка Центробанка. То есть она как уменьшается в последнее время, так увеличивается может быть. Более того, впервые сейчас введено требование, такого раньше не было, что вместе с долгом коллектору передаются и все другие обязательства. И здесь целый ряд моментов может быть, которые могут ухудшить положение заемщика. Но Гражданский кодекс теперь вводит такую норму, что если заемщик не согласен с такими требованиями, то он может предъявить претензии коллектору. И вот здесь, на мой взгляд, существует такая серьезная ловушка. В Гражданском кодексе сказано, может предъявить претензии в разумный срок. То есть, ну обычно разумный срок судами, скажем, рассчитывается в пределах 14 рабочих дней или календарных дней, 20 дней. Как в этой ситуации рассчитывать разумный срок будут судьи? Это пока неизвестно, правоприменительная практика не сложилась. Но самое печальное для заемщика будет то, что если он претензии не предъявил в этот разумный срок, то он теряет возможность на предъявление претензий. То есть, ваш совет все-таки общаться с коллекторами? Заявлять о том, что не согласен человек? Безусловно, надо общаться с банками, с кредиторами надо общаться, с микрофинансовыми организациями. Безусловно, мы вот еще обратим внимание на то, что прежде чем коллектор будет взыскивать долг заемщика, этот заемщик должен получить сообщение от первоначального кредитора. Обязательно письменное, обязательно либо с мокрой печатью, либо заверенное нотариусом, где сказано, кому именно, в каком объеме перешел долг. Есть еще такое понятие, как примерный размер среднемесячного платежа заемщика. Вот этот момент тоже очень серьезный. Дело в том, что он с сегодняшнего дня начинает действовать. Это введены изменения в закон о потребительском кредите и займе. И здесь речь идет прежде всего об ипотечном займе. В примерное значение платежа будет включаться все. И комиссии все, и страховка будет включаться, и какие-то еще обязательства. Более того, даже те обязательства, которые должник иногда платит, прежде чем получить этот кредит. Вот сейчас человеку четко и ясно, именно с 24 июня банк должен представить вот этот примерный размер платежа. В этой ситуации, конечно, это будет на пользу идти ипотечному заемщику. Игорь Леонидович, я благодарю вас за то, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Напомню об изменениях в гражданском кодексе. Мы говорили с редактором Алтайского информационного портала защиты прав заемщиков Игорем Нестеровым. Если вы как заемщик не согласны со штрафами по кредиту или высокими процентами, желательно заявить об этом как можно раньше. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин